Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше занятие по бурятскому языку. И сегодня мы будем разбирать времена бурятского глагола. Возьмем еще две временные формы. Это форма ближайшего будущего времени и ближайшего прошедшего времени. Я надеюсь, вам будет интересно. Давайте приступим. То будущее время, о котором мы с вами уже говорили, это общее будущее время. Есть дополнительное будущее время, которое обозначает тот момент, который идет сразу за этим конкретным моментом. Я говорю и сразу же после этого. И также есть прошедшее время, которое обозначает действие, которое только что закончилось. То есть тоже как бы очень близко к настоящему моменту находится. Только что закончилось и результат этого действия мы с вами можем наблюдать. Давайте рассмотрим эти времена подробнее. Ближайшее будущее время образуется от совершенно той же формы, что и обычное будущее время. Разница лишь вот в окончании. То есть вот это притяжательное окончание, которое мы с вами уже знаем. Явахамни. Я сейчас пойду. Явахамни. Я сейчас пойду. Прямо сейчас пойду. Также можно сказать Явахам. Зая Явахам. Ну ладно, сейчас пойду или... Ну ладно, я пошел. Так, ну давайте прочитаем эти формы. Я сейчас пойду. Мы сейчас пойдем. Ты сейчас пойдешь. Вы сейчас пойдете. Он сейчас пойдет или она сейчас пойдет. Они сейчас пойдут. Ну, то есть для того, чтобы использовать другой глагол вместо Яваха, Мы просто меняем вот эту часть на необходимый нам, на нужный нам глагол. Например, «би и делхам». Я сейчас буду кушать. «Быди и делхамны». «Быди дарим ты делхамны». «Быди дарим ты делхамны». «Быди дарим ты делхамны». «Быди дарим ты делхамны». «Ты сейчас будешь кушать» и так далее. Преобразование вопроса. Здесь есть один небольшой нюанс, который заключается в том, что вопросительная частица у нас занимает вот эту позицию. Если вы помните, обычно вопросительная частица находилась близко к глаголу. В данном случае она как бы стоит отдельно, через вот это вот отделенное от глагола этим окончанием. И вопросительная частица не меняется. Всегда выглядит как «гу». «Явахам го». Ну что, я пойду? «Явахам нэго». Ну что, пойдем? «Явахаш нэго». Ну что, ты пошел? «Явахат нэго». Ну что, вы пошли? Явахангу. Ну что, он поехал или она поехала? Явахангу. Они поехали. Специальный вопрос. Для того, чтобы образовать вопрос с вопросительным словом, мы должны использовать вот эту вот частицу специального вопроса. Она занимает такую же позицию, что и частицы общего вопроса, но пишется вместе. То есть явахангип. И это все должно быть вместе. Например, бихинтэй явахангип. С кем мне поехать? Ну прямо сейчас имеется в виду. Бидихинтэй явахангип. С кем нам ехать? С кем мы поедем? Шихинтэй явахшнип. С кем ты поедешь? Тахинтэй явахатнэп. С кем вы поедете? Тиры хинтэй явахангип. Поскольку то слово, которым мы присоединяем, частицу общего вопроса оканчивается на согласное, то частица общего вопроса выглядит как б. Тиры хинтэй явахангип. Тиды хинтэй явахангип. Данное время обычно с отрицанием не используется. Конечно, это возможно, но обычно не используют. Поэтому нам пока не имеет смысла рассматривать отрицание. Я думаю, если вы начнете практиковать, то постепенно вы поймете, где это нужно, где это не нужно, как это образовать. Давайте приступим к прошедшему времени. Итак, недавно прошедшее время образуется очень просто. Каким же образом образовать недавно прошедшее время? Вот эту вот букву, которая у нас много раз заменялась, меняем в очередной раз на букву Б. Б. Ирвы. Это недавно прошедшее время. Би-ирвыб. Я пришел, только что пришел. Б. Ди-ирвыб-ди. Мы только что пришли. Ши-ирвыщ. Ты только что пришел. Та-ирвыб. Вы только что пришли. Тиры-ирвы. Он, она только что пришел или пришла. Ти-ды-ирвыб. Они пришли. Также это время может употребляться в значении вот в тех же случаях, когда мы по-русски говорим «я пошел». Когда мы еще стоим, еще не ушли, но мы уже говорим «ну ладно, я пошел». Отрицательные и вопросительные формы образуются стандартным образом, точно так же, как в настоящем, будущем и прошедшем времени. Песня, которую мы сегодня разберем, называется «Хамуг Монгол». Я думаю, многие из вас уже видели этот проект в интернете или, может быть, ходили на концерт. И сегодня мы с вами разберем песню, которая звучала в рекламе этого проекта. Она так и называется «Хамуг Монгол». Субтитры создавал DimaTorzok Давайте прочитаем тот куплет, который исполнил Чингис Раднаев. Весь куплет представляет себе одно предложение, которое состоит из нескольких частей. Первая часть – это первые две строчки. Подлежащим в первой части является вот это слово «Омок». Омок означает «гордость». «Боль делха». «Боль делха» – это «биться». Например, когда ключ родникового вода бьется, вот как раз можно сказать «боль дел живена». Или «сердце бьется», да? «Боль дел живена». Здесь этот глагол использован в отношении гордости. То есть гордость кипит в моем сердце. «Зурхын» – сердце, «зурхынды». «В сердце мне мое». «Мни зурхынды» или «мни» переносим в конец. Получается «зурхынды мне» – в моем сердце. «В моем сердце бьется гордость». Какая гордость? «Деврюм» или «деврум» – «деврхы» – тоже «кипеть», «биться» и так далее. То есть какая эта гордость? Гордость, которая переполняющая гордость, да, можно сказать. «Переполняющая гордость бьется в моем сердце». Чья эта гордость или кому она принадлежит? Она принадлежит кочевникам, намадам. И эта часть предложения говорит нам о том, какие это кочевники. Первое слово означает традиционная одежда бурятская или монгольская дегл. «Деглды» – вот в этот «вдегыл». «Дегылы», которые пропитаны разумом. То есть имеется в виду, что даже одежда, она не просто так шита, да. То есть там два кусочка ткани и так далее, да. А что в этой одежде отражаются творческие силы народа, ну, созидательные силы народа. Все это очень тщательно сконструировано. И это продолжалось на протяжении многих тысячелетий. То есть кочевники, которые свои традиционные одежды пропитали своим разумом. Вот такой вот поэтический образ. Итак, вся эта часть, последний вот этот глагол переводится как «когда». Когда в моем сердце кипит переполняющая гордость кочевников, которые пропитали даже вот свою традиционную одежду разумом. Теперь вторая часть предложения. Что же происходит при этом? Здесь у нас два сказуемых. «Долго же». «Гонор» — это «слух». В качестве прилагательного это означает «чуткий» и так далее. «Гонор» — это «возвестить». Возвестить — что? «Существование». Возвестить чего? Существование — справедливости. Справедливости. Справедливости высшего неба или верховного неба. Возвестить о том, что существует справедливость высшего неба. Бадр-марвен. Эта конструкция означает желание, в частности, и непроизвольно возникающее желание что-то сделать, да, то есть желание, которое вдруг возникает необъяснимое желание, да. Бадр-ха — это загореться, воспламениться, да, то есть автор хочет, как бы, или исполнитель хочет воспламениться, говоря, что во всем мире существует только одно понятие монгол, то есть нет там разрозненных, там, калмыков, бурят отдельно, там, внутренние монголы, там, еще кто-то, да, а во всем мире существует только одно понятие монгол, и вот, вот, говоря это, он хочет воспламениться, и вместе с этим он хочет возвестить о том, что существует все-таки справедливость высшего неба. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, это припев, давайте прочитаем его вместе. Здесь мы видим обращение к миру. Мир, послушай, мир, послушай, мир, послушай, ты послушай. Хухатенгри монгольшот Тогатон. Монгольшот кто? Монголы. Монгольшот, ну или монгольские народы. Монголы синего неба поют свою песню. Монголы синего неба поют свою песню. Мир, ты посмотри. Монгол, монголы или монголия. Монголы, наверное, в данном случае. Монголы государя Чингиса. Объединившись, поют. В данном случае долно и долно живая на в принципе выражают одно и то же значение. То есть долно иногда может выражать такое конкретное настоящее время, продолженное настоящее время. И в данном контексте эти две формы являются абсолютно идентичными. Ну что ж, дорогие друзья, мы сегодня с вами взяли еще два времени бурятского языка. Ближайшее будущее и ближайшее прошедшее. И я надеюсь, что эта информация будет полезной для вас и поможет вам глубже освоить бурятский язык. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok